Всем добрый день! Меня зовут Иван Галиев, я предприниматель, бизнес-тренер и руководитель отдела нефинансовой поддержки предпринимательства, Палата предпринимателей Арктибинской области. Всего своей профессии я обучил и проконсультировал более 10 тысяч людей. У меня такой вопрос встали. Есть ли здесь предприниматели? Программите этот вопрос. Прекрасно. А есть ли те, кто хочет стать бизнес-тренерным? Перевезли звук. Прекрасно. Практически все желают стать бизнес-тренерным, перевезли звук. Почему я задаю этот вопрос? Потому что я сам совершал очень много ошибок в своих стартапах, и видел звезды, и падение других. Поэтому сегодня мне хотелось рассказать о 10 типичных ошибках, которые допускают начинающие предприниматели. Итак, ошибка номер один. Открытие бизнеса на двоих в малом бизнесе. Я понимаю, что когда-то в ваш бизнес очень страшные эти дуры. Поэтому мы с тобой берем кого? Рот. Кого? Рот. Правильно, дусь, чтобы не так было немного в этом таинственном пути, да? Но в этом не проведется ошибка. Почему? Потому что в малом бизнесе на начальном этапе не такой уж большой куш. Ну, допустим, бизнес заработал 100 тысяч. Хорошо. А поделите на два или на три. Как? Потом начинается обидно. Вот ты мало работаешь, но больше всего этого получаешь. Различные ссоры. И после этого, к сожалению, распадается не только бизнес, но и дружба. Если же вы все-таки решились на бизнес на двоих, то заключите, пожалуйста, учредительный договор между собой. Где вы оговорите все. Вход и выход из бизнеса. Именно это позволило нам общаться до сих пор и с друзьями, с моими коллегами по консультивному бизнесу. Ошибка номер два. Неправильный выбор организационно-правовой формы и налоговложения. Существует мнение, что самый легкий и простой способ – это ВИП. Почему? Потому что там очень мало документации и самое главное – что? Правильно. Система налоговложения от 3%. Каково же удивление многие, когда они говорят, что и ТУО имеет. Такое же право. Почему нужно здесь продумать ИП или ТУО? Если ваш бизнес имеет маленький юрист, то, пожалуйста, открывайте ИП. В противном случае все-таки стоит ответ в ТУО. Почему? Потому что ИП, индивидуальный предприниматель, отвечает всем своим имуществом. И действует на свой страх и лист. В отличие от товариства с ограниченной ответственностью. Такое отвечает только лишь своим уставным капиталом и активами. Итак, третья ошибка – гимнальный расчет инвестирования и привлечения взаимных средств. Зачастую наша финансовая неграмотность, наверное, вводит нас в заблуждение. Мы на бизнес, на рынок смотрим в розовых очках. Но, однако, это не так. Перед примером предприниматель просчитал все, решил открыть детский сайт. Взял в кредит. Что случилось далее? У него денег хватило только на кирпичики. Итог. Нет бизнеса. Нет денег. И самое главное – он попал в чёмный список. Вереду совсем другой пример, когда предприниматель просит больше денег. Что происходит? Недоверие к ним. Нет. Просто наоборот ему дают эти деньги, но он не может отбить их, так как текут капает проценты. Соответственно, некрасивый заём отбивает бизнес. Таких примеров может приводить кучу. Ошибка номер четыре. Нет планов развития и планов продаж. Порой вопрос не только к начинающему предпринимателю, но и к действующему. Каков, каким ты видишь свой бизнес через пять лет, десять, пятнадцать лет? Будет супер. Когда спрашиваешь о кораблям подаж, тут уж полную саду. Как-то Сенека сказал. Кораблю, который не знает, какой гавы не плыть, ни один ветер не будет погодным. Если мы не знаем, какой конечной целью мы должны привезти в своё детище, то этот бизнес, к сожалению, распадётся ещё задолго до того, как мы приняём цель. Продавать многое – это конкретно вам? Я думаю, правильнее было бы сказать. Я хочу продавать тысячу единиц в месяц к такому-то сроку. Поэтому всегда ставьте план продаж и план развития, куда вы придёте в конечную цель. Ошибка номер пять – не ведут учёты в бизнесе. Казалось бы, это элементарная вещь, однако это сейчас и везде всё. А почему необходимо всё-таки вести учёты? Как вы считаете? Правильно. Без учёта нет анализа соответственных планов. Если мы не знаем, например, что мы продали в прошлогодний сентябрь, то в этом году, уже в сентябре, мы неправильно спланируем продажи, неправильно спланируем заплаты. Соответственно, мы заморозим деньги и потратим очень много денег на логистину. Ошибка номер шесть – большие расходы и выбор денег на личные нужды. Знаете, наверное, всё-таки мы, казахстанцы, очень-таки щедрые люди, когда к нам приходят гости, мы можем оставить на стол всё, зарезать последнего вража. Вот тут именно точно так мы хотим открыть свою бизнес. И мы несем большие расходы. То есть, у каждого начинающего предпринимателя должен быть кабинет. Должен быть кабинет. Должен быть кабинет. Да? Потому что, когда я начинал, я думал, что у каждого компьютера должен быть рядом что? Принтер. Сейчас у меня на один принтер семь компьютеров. И ещё один момент. Если брать бизнес как организм в целом, то финансы – это кровеносная система в организме. И если мы будем выходить из этого организма финансы, а в нашем случае кровь, то начнутся сбои в организме и проблемы. Ошибка номер семь – не обучает персонала. Наверняка, вы каждый день, некоторым даже по нескольку вас в день сталкиваются, так скажем, с не очень профессиональными продавцами. Сталкиваетесь. Почему это происходит? Когда я сделаю вопрос к этому предпринимателю, то, оказывается, предприниматель так думает. Сейчас я его обучу, а он завтра уйдёт конкурентом. И всё то, что я в него вложил, в этот раз. Но когда говоришь ему, но ведь сейчас этот твой продавец приносит убыток твоему бизнесу, ты открываешь для него Америку. И даже базовый тренинг продаж увеличивает на 20-30% объём. Ошибка номер восемь – информационная диета. Очень часто на своих мастер-классах я говорю, что Суси гораздо умеет нас предпринимать. Почему? Потому что он выходит из своей морки, смотрит по сторонам, что делают люди. Не собираются ли строить дорогу, пойти к его морке или же возвести даму, да, хотят. Мы, предприниматели, к сожалению, когда открываем бизнес, сразу начинаем бороться в своём соку. К примеру, в 2009 году государство решило помочь предпринимателям и снизило процентную ставку до 14% и субсидировало 7%. Догадайтесь, кто смог получить эти деньги. Правильно, только тот, кто внедрял в свой процесс бизнеса нетворки. Ошибка номер девять – отсутствие контроля со стороны предпринимателя. Зачастую нам кажется, что бизнес может катиться сам по себе. Да, он может катиться сам по себе, только лишь под гору. И даже если вы поставили у руля своей компании своё доверенное лицо, контролировать, анализировать, планировать эту функцию оставьте за собой. Приведу пример из личной практики. Компания А, основатель которой поставила директором свою жену, в итоге получил вывод денег из компании и развод. Не хочу сказать, что это так часто встречается в практике, однако воруют там, где не контролируют. Ошибка номер десять. Игновение вопросов этой компании. Слово «аутсорс» пришло к нам из английского языка, ресурсы из двух слов. «аут» и «сорс», то есть ресурсы извне. Приведу один пример. Мне позвонили мой знакомый, Игорь Ежан, здравствуй. Как дела? Как дела? Слушай, я в клуб-бизнесе. Мне он такой довольный, радостный, счастливый. Правильно, человек в клуб-бизнесе. Он говорит, приходи, я тебе всё покажу. Приезжаю к нему в бизнес, к нему на предприятие. И что я вижу? Он мне знакомится с своими сотрудниками. Это маркетолог. Это юрист. Это белопроизводитель. Это кадровик. Это кассир. Это белопроизводитель. Это администратор. Это администратор. И это он рабочий, который производит ситуацию. Потом мы прошли в его кабинет, сели пить чай. После чая он уходит всех. Оставил только администратора и рабочих. Приведу, я был, да, наш с ним. Я спрашиваю. Дорогой мой ад, скажи мне, пожалуйста, как часто ты пользуешься услугами маркетолога? То есть, ну, проводишь исследование рынка, какие-то акции. Ну, Юрий Жуанн, я еще даже не собирался, но деньги ты сейчас не платишь. Хорошо. Как часто ты проводишь достоинствованные сделки, где необходим юрист? Ну, еще не проводил. Я говорю, а можно в твоем бизнесе сделать так? Создать один типовой догм, куда менеджер может просто менять даты наименований. Можно? Да, можно. Вот с таком русы шел наш делок. В итоге администратор стал у нас бухгалтером, поддревиком, делокосводителем и юристом. Вы знаете, сейчас на рынке очень много фрилансеров, очень много аутсорсинговых компаний. И я верю, что потенциал аутсорсинга очень великий. Именно, наверное, поэтому это меня заставило наряду с моим малым бизнесом заниматься консультацией в палате предпринимателей, где бесплатно вы можете получить сопровождение бизнеса, начиная от бизнес-клана, ведения бухгалтерии, заканчивая условиями оказания помощи. Зачи документы в тендерах, юридическая помощь. Поэтому я думаю, что предприниматели все-таки стоят по-другому с принятым аутсорсинговым компаниям и доверительно относиться к ним. Знаете, ошибок, конечно, тут очень много предпринимателей, и сегодня мы остановились только на десяти. Надеюсь, что именно на эти грабли вы не доступны. Почему? Потому что я всегда буду на свете мастер-класса. На пути к успеху у каждого есть свои грабли, однако у умных, а не у чужих. Не страшно не знание, страшно не пытаться это узнать. Почему? Потому что знание — это все. АПЛОДИСМЕНТЫ ПОПЕРАЛЬНАЯ МУЗЫКА